День с толком В Барнауле начались носить аварийные дома, но жильцы по-прежнему недовольны. Почему и какую альтернативу предлагают власти? Автоматы и пистолеты в мужских и женских руках. Выставка ФСБ в день солидарности в борьбе с терроризмом. Губернатор края Виктор Томенко совершил рабочую поездку в Павловск. Проверить, как проходит сбор урожая и понять, что ждет сельскохозяйственный край. Подробности далее. Сложно поверить, что огромным предприятием, где работают мужчины, руководит она. Девушка, с которой лично захотел познакомиться губернатор Алтайского края. Сегодня Татьяна Филадова – генеральный директор завода по производству сельхозтехники. В Павловске – одна из основных его площадок. Наши предприятия сегодня в совокупности образуют группу лидеров по направлению почвообработки. Алтайский завод сельхозтехники сегодня лидер. Здесь производят более 50 моделей почвообрабатывающей техники. Каждый год выпускают несколько новинок. География продаж – Россия и 15 стран мира. Глава региона также побывала в полях. Сегодня в крае убрали более 2,5 миллионов тонн зерна. Это больше, чем в том году. В прошлом сезоне корм для крупнорогатого скота приходилось растягивать. На этот раз уже сейчас понятно, что коров накормят вдоволь, хотя зерна убрано только 45%. Темпы могли быть больше, Виктор Петрович, это однозначно. Если бы вот эти погодные аномалии летние, особенно в степной зоне, они привели к тому, что неравномерное созревание идет зерновых культур. И поэтому нам приходится делать практически все раздельное комбинирование. Раздельная уборка, диссекацию проводим. Немножко затраты, конечно, увеличиваются. По соседству сахарная свекла. Сегодня в крае с одного гектара собирают 446 центнеров. Этот показатель занимает второе место в стране, уступая Ставропольскому региону. Так или иначе, губернатор остался доволен поездкой. К слову, рабочие тоже. Единожды намекнули, что иногда все-таки нужна помощь. Например, построить дорогу. Обещания местных депутатов, говорят, пока ни к чему не приводят. Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Специальные репортажи о торговле в Барнауле контрафактными алкоголем и сигаретами не остались без внимания. Однако оно пришло не только от контролирующих органов, но и от недоброжелателей. В нашу редакцию поступил звонок с угрозой. Несмотря на это, расследование продолжается. И моим коллегам удалось найти новую точку продажи сигарет без акцизных марок. В редакцию телеканала «Толк» начали поступать угрозы. В телефонном разговоре неизвестный на повышенных тонах обещал расправиться с нами. Если цитировать дословно, прекратите снимать о дешевых сигаретах твари или о восприкончу. Причиной такой реакции мужчина назвал выход серии расследования о продаже в Барнауле контрафактной продукции. Звонок поступил с номера мобильного телефона, зарегистрированного в Алтайском крае. Нами было принято решение обратиться в полицию с просьбой установить личность звонившего и привлечь его к уголовной ответственности. Здравствуйте. А заявление где можно подать? В окно. Заявление написано сразу по двум статьям Уголовного кодекса. 119-е – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. И 144-е – воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. На данный момент документы переданы полиции и в ближайшее время сотрудники должны принять решение. В данном случае угрозы, они именно сопряжены с деятельностью журналиста. Поэтому здесь часть третья статьи 144 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – это лишение свободы на срок до 6 лет. Но несмотря на угрозы, расследование не останавливается. Нам удалось выявить еще одну точку, где торгуют контрафактными сигаретами. Она находится вблизи нового рынка по адресу улицы Пионеров, 13А. Всего в 400 метрах от отделения полиции по Октябрьскому району. Здесь, что уже привычно, из-под полы продают белорусские сигареты, нелегально попавшие в страну. Несмотря на работу с предположительно контрафактной продукцией, на стекле указаны официальные данные индивидуального предпринимателя, на чье имя зарегистрирована торговая точка. Согласно выписке из ЕГРИП, мужчина сначала занимался разведением свиней, а в сентябре 2020 года получил разрешение на продажу продуктов, напитков и сигарет. Однако даже при наличии лицензии в магазине продают нелицензированный товар. Если вы знаете, где еще находятся подобные точки, сообщить о них можно по телефону редакции. 205-545 или в социальных сетях. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком. Барнаульский юрист требует разобраться в действиях сотрудников полиции. Адвокат Денис Хазеев обратился в нашу редакцию и рассказал, что сотрудники МВД применили по отношению к его доверителю физическую силу. В момент стычки он находился с ним в кабинете сотрудника следкома. По словам Хазеева, трое полицейских ворвались в помещение следкома как раз из-за его доверителя, начальника культурного центра Алтайского главка Дмитрия Яковлева. Последний был в кабинете в рамках доследственной проверки. «Они сообщили, что действуют в рамках некой служебной проверки. Вместе с тем, с основаниями для проведения данной проверки они нас не ознакомили. После чего они стали Яковлеву зачитывать его права. Следователь потребовала выйти из кабинета. В опиющий случай они предложили следователю выйти из ее служебного кабинета. Следователь требует уже просто громким голосом, то есть требовательно говорит, все покиньте кабинет, все без исключения. То есть мы располагаемся на стульях, я беру Яковлеву за руку, встаем, говорю, пойдем. В этот момент один из сотрудников полиции отталкивает меня, Яковлев уже стоит, он его толкает, соответственно, на стул и удерживает, чтобы он сидел на стуле». Юрист отметил, что применять физическую силу в рамках служебной проверки сотрудники МВД не имеют права. Делать это можно только при задержании. Адвокат настаивает, чтобы инцидент начал расследовать, а дел по расследованию особо важных дел краевого следкома. А мы ждем пояснений от полиции. В Крымой столице увеличат размер денежных выплат на аренду жилья по найму. Речь идет о барнаульцах, дома которых подлежат сносу или реконструкции. Так, например, предлагается выплачивать по 12 300 рублей за аренду однокомнатной квартиры, 14 300 за двушку и 18 300 за трехкомнатную квартиру. Сейчас эта тема особо актуальна, так как в Барнауле идет снос аварийных жилых домов. И порой людей не устраивают те варианты, которые им предлагают даже вместо их, откровенно говоря, бараков. Тему продолжит Ирина Корчагина. Квартира находится в этом подъезде на пятом этаже, 19-я квартира. Здесь никаких инфраструктур нету, кроме как вот тюрьмы сзади нас, которая находится. Аварийный дом, в котором раньше жил Евгений, рухнул весной этого года. Судьба и мэрия привели его на канатный проезд 79-Б. Квартиру администрация приобрела за три с лишним миллиона. И вроде планировка хорошая. И дом 12-го года постройки, и лес рядом. Но даже когда мужчина жил в аварийном жилье, все хотя бы было в шаговой доступности. А теперь только СИЗО, сетует Евгений. Своей машины у семьи нет, и продать теперь это жилье за хорошую цену вряд ли получится, говорит мужчина. Работа-то ладно, мы как-то на транспорте перебьемся. Опять же, сюда после девяти не доехать на транспорте, он не ходит. У меня дети маленькие, 4 и 11 лет. Здесь ни школ, ни садиков, ничего. А ближайший садик, школа? Пять остановок. Вот мы проезжали там как раз. Пять остановок ближайшей школы в частном секторе. Садика вообще поблизости нет. А жителей этого дома вряд ли бы смутила близость СИЗО. Уж куда-нибудь бы переехать. Под окнами ходят наркоманы, хулиганы бросаются камнями. Это уже вторая строительная 46. Еще в 2013 году дом признали аварийным. Всех расселили, кроме двух бабушек. Хоть на руках у них есть решение суда, согласно которому пенсионеркам обязаны предоставить жилое помещение. Однако на сегодняшний день на аукционы никто не заявился, поэтому квартиры закуплены не были. Простите, а вы как раз живете в этом доме, да? Да мы здесь, мне вот двоего остались. Здравствуйте. Как раз про них речь. Получается, в разных квартирах как раз, да? Да. Я внизу живу, а она наверху одна осталась. И нас в приказном порядке будут выселять маневренный фонд. Машины подгонят, и нас будут выселять маневренный фонд. Половина выселили людей, а половина квартир. Так если выселяете полный дом, значит на всех они должны предоставлять квартиры. Здесь они живут почти полвека. Последние соседи съехали, и теперь бабушки боятся встречать зиму. Дом запущен, без жильцов коммуникации умирают, вода может замерзнуть. В мэрии утверждают, что по мере приобретения жилых помещений, женщины переедут на новое место жительства. А пока бабушки не хотят переезжать в маневренный фонд. Это не выход. Почему? Потому что маневренный фонд сам находится в таком же состоянии. Я пока не видел ни одного помещения маневренного фонда, которое бы содержалось в нормативном состоянии. Либо это малосемейки в пятиэтажных общежитиях, либо это вообще двухэтажные дома, которые сами по себе являются аварийными. За пять лет в городе снесли 63 аварийных дома. В этом году девять. Это дома на 1-й западной 49А, Водников 50, 9-й заводской проезд 14, улица Глушкова 20, Анатолия 96, водопроводная 74, Хлебозаводская 12, Беляева 18 и Беляева 20. Сейчас идут работы на Восточной 106 и Пушкина 88. Для дальнейшего сноса аварийных домов на данный момент разрабатывается проектная документация на 40 аварийных домов. Зачастую люди уходят в суды, время затягивается при этом, то есть они продолжают оставаться в аварийном жилье, несмотря на то, что состояние ухудшается. И у нас отсутствует возможность его зайти и снести. Есть такие объекты. В мэрии признают, что в Барнауле еще много изношенных зданий. Однако сразу расселить всех и снести все не представляется возможным. А значит, жителям аварийных домов надо запастись терпением еще на несколько лет. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Народную предвыборную программу «Мы рядом» утвердили делегаты конференции регионального отделения партии «Единая Россия». Встреча проходила в стенах Дома культуры города Барнаула. Жители края внесли в программу тысячи предложений и наказов. Касаются они в основном насущных проблем людей. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. По-настоящему народная программа, чтобы решала конкретные проблемы. Два месяца назад «Единая Россия» объявила сбор предложений от жителей. Какие задачи перед властями они ставят в первую очередь. В итоге люди прислали больше тысячи писем. Дополнили программу вопросами про достаток семей, образования, медицину и газификацию домов. Я убежден, что она отвечает сегодня всем основным реальным, реалистичным планам, настроениям. Пожелания, которые есть у избирателей Алтайского края, у наших земляков, у жителей края. В целом же программа включает строительство и ремонт, школ, больниц, дорог, благоустройство скверов и парков. Документ предусматривает и пути поддержки бизнеса, спорта, культуры. Адресную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, семьям с детьми и многодетным родителям. Документ, который ложится в основу и ставит определенные задачи перед партией по дальнейшему развитию нашего региона и, конечно, благосостоянию жителей нашего края. В течение пяти лет мы будем внедрять и отчитываться перед нашими избирателями. Установлена периодичность. Каждый год отчет за проделанное за предыдущий, прошедший год. По итогу конференции предвыборную программу «Утвердили она» будет корректироваться в течение всего срока реализации. Ознакомиться с ней может любой желающий на сайте «Партия онлайн». Отметим, что подобные конференции проводят и другие партии, что позволяет жителям края увидеть проделанную работу. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Жители Алтайского села больше не отрезаны от цивилизации. Долгожданный пешеходный мост в селе Новая Тараба в Кытмановском районе, который соединяет целую улицу с основной частью населенного пункта, построили к первому сентября. Радостное событие произошло спустя две недели после выхода репортажа на нашем телеканале. Сегодня у нас закончили постройку моста. Ну вот, вот такой у нас получился мост. Ну, в принципе, я довольна. Напомним, в августе этого года жители деревни Новая Тараба опубликовали в социальных сетях фото опасной переправы, по которой ежедневно люди были вынуждены ходить в магазин, аптеку и школу. Переправу не ремонтировали несколько десятилетий. Наша съемочная группа откликнулась на проблему жителей, приехала на место. Однако к нашему приезду местные власти аварийную конструкцию оперативно разобрали. Жители испугались, что связь с Большой Землей потеряна навсегда. Однако уже через пару недель после нашего приезда мост построили. Предлагаем всем порадоваться за настойчивых жителей. В день солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники ФСБ приехали с большим арсеналом оружия и спецтехникой в Алтайский промышленно-экономический колледж. Причина – не чрезвычайное происшествие. С будущими правоохранителями они поделились секретами своей службы. Он очень маленький, сами видите, гамалогабаритный. Патроны у него идут 5,45. Они очень маленькие, но делают хорошие дырочки. Действующие сотрудники ФСБ о каждом автомате или пистолете знают все. Такие детали о Стечкине студенты вряд ли узнали бы из других уст. В Чечне его можно поменять на две приоры. Они очень любят кадыровцы его. Сегодня посмотреть, потрогать, взвесить на собственных руках оружие, которое еще недавно было в деле, разрешили и студентам. Самый внушительный среди большой коллекции – этот миротворец-печенник. Его использовали во времена чеченской кампании. Огромный интерес к оружию проявили девчонки. Не то чтобы с детства, со временем, когда стала учиться, все больше и больше желания появилось работать в этой сфере. Ну, у меня еще и брат военный. Вот как-то, может, передалось чуть-чуть. Юноши наблюдали и внимательно слушали взрывотехников. Поисковую технику для обнаружения взрывоопасных предметов, а также спецприборы для обезвреживания они используют в своей работе постоянно. Привезли и так называемого робота-разведчика. А еще цель была напомнить о необходимости соблюдения личной безопасности и здоровья. Ведь даже в обычной жизни может случиться всякое. Мы выезжали на место происшествия по факту взрыва. Человек, закрывая гараж, решил пнуть пакетик целлофановый, в котором были там остатки вещества порошкообразного, светлого, белого цвета. В итоге человек оказался в больнице с оторванным большим пальцем на ноге. Четверокурсник Богдан Амиров мечтает попасть на службу в ФСБ. Жалеет, что сегодня не удалось примерить защитный костюм взрывотехника. Юридически уже подкован, осталось только в армии послужить. К этому, говорит, готов. Уставать в 6 утра, так сказать, еда по расписанию, пробежки и тому подобное. Мне интересна эта вся военная структура. Интерес к структуре ФСБ сегодня проявил почти каждый, кто был на встрече, да и в целом правоохранительная деятельность как специальность сегодня пользуется огромным спросом. Поделились руководители колледжа. 12 человек на место. Таким был конкурс в этом году. Пришлось набрать незапланированные 5 групп. Так что сегодняшняя встреча явно не последняя. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. В краю становился высокий пятый класс пожарной опасности, сообщает в МЧС. Самыми горячими точками региона назвали Угловский и Ключевский районы. По данным синоптиков, до понедельника столбики термометров в крае будут достигать отметок 30 градусов и выше. Возможно усиление ветра. В связи с этим Министерство природы края призывает всех жителей соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и при необходимости информировать МЧС о пожарах по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Алтайский паралимпиец Роман Жданов станет знаменосцем российской команды на церемонии закрытия паралимпийских игр в Токио. Это и радость, и гордость. Алтайские спортсмены в целом хорошо показали себя на этих играх. Маргарита Гартунг расскажет подробнее, какой вклад внес Алтай в командное место россиян. Паралимпийские игры в Токио. Уже завтра весь мир узнает, кто станет победителем мирового спортивного соревнования. Сборная России в общем зачете пока на третьем месте. На достойную позицию страну усиленно выводили и шестеро алтайских спортсменов. Это слабовидящие легкоатлеты Егор Шаров и Александр Костин, а также пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата Роман Жданов, Егор Ефросинин, Артур Кубасов и Юрий Лучкин. Легкоатлету Антону Кулятину чуть-чуть не хватило до пьедестала. Он стал четвертым в дистанции полторы тысячи метров. А Александр Костин в финале бега на 400 метров взял бронзу. Пловцам повезло больше. Артур Кубасов в финал Олимпиады выйти не смог. А вот Егор Ефросинин на стометровке брасом взял серебро. Великолепно. Готов Роман. Говорим мы ему браво. По уроженцу Горно-Алтайска, проживающему сейчас в Бийске. Букет из медалей привезет домой Роман Жданов. Бичанин, который и понесет знамя Паралимпиады, стал бронзовым призером на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. И взял два золота в комплексном плавании на дистанции 150 и 50 метров. Поставил новый мировой рекорд. Прошлый рекорд мира, к слову, тоже был его. Эмоции просто буря. Ничего и сознания до конца не доходят. Наверное, сознание придет, когда все-таки сейчас встану на пьедестал и надену себе эту медаль. Браво, Жданов! Браво, Рома! Вторая золотая награда у России! Пара Олимпиада почти завершена. В копилке российской сборной больше сотни медалей. Без учета одного дня соревнований, алтайские спортсмены внесли в копилку шесть медалей. Три бронзы, одну серебро и два золота. Маргарита Гартунг. День с толком.